Что вы можете сказать? Сейчас много дискуссий в мире о последних днях. Богословы говорят о том, что последние дни наступили с пришествием Ишуа, но есть то, что мы называем последними-последними днями. Что, на ваш взгляд, произойдет в эти самые последние дни перед возвращением Ишуа? Ну, я не пророк, мой отец был фермером, так что я и не сын пророка, да и жизнь свою я провел в непророческих неприбыльных организациях, так что я на самом деле не могу предсказать, но Писание дает вполне ясные идеи, что в последние дни Бог восстановит народ Израиля, и хотя некоторая прослойка понимает, что Бог оставил вроде бы Израиль, но мы видим, что Он все равно продолжает посылать Ему свою милость и благодать даже сейчас. Народы и некоторые люди могут отвернуться, но Бог никогда. Вы не сможете найти такое место в Писании, где было бы написано, что Бог оставил Израиль на время. Нет-нет, Он все время был с Израилем. Но для завершения истории, по всей видимости, для людей Бог использует это восстановление как знамение для Его славы. Во второзаконии Бог говорит, «Я избрал их не потому, что они велики числом Своим, не потому, что они более верны и не по каким-либо другим подобным причинам, но Я избрал их на основании Моего собственного выбора». И таким образом Бог завершает историю третьим возвращением Израиля. Первый был из Египта, второй из Вавилона, и третий – возвращение происходит прямо сейчас. Шесть с половиной миллионов евреев возвращаются на землю Израиля. Это очень близко к общей численности евреев в мире. Что знаменательно в этих днях. Ешуа говорит, «Когда увидите такое случающееся, смотрите внимательно». Это сигнал того, что пришествие совсем скоро. Есть три знаковых события. Об одном, очевидно, говорится в Псалме 82. «Война на границах Сирии, Ливана, Дамаска» и «Ордан вниз через Хамас и южную часть Газу». Десять народов, которые упомянуты еще в двух битвах. Десять народов в Псалме 82. Говорится в пятом стихе. «Пойдем и истребим их из народа, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». И Бог говорит, «Достаточно уже». Вмешивается в ситуацию так, что благодаря этому еще больше территорий открывается для поселения и использования. И, как и планировал Бог, мы возвращаемся в историю. Затем, прежде грядущих семидесяти недель Даниила, Великой Скорби, когда Господь творит свою войну, это происходит с Россией и Ираном, возможно, еще двадцатью арабскими народами. Вот они приходят с войной, и Бог вмешивается в ситуацию. Это в Откровении 18, также Захария 12 и Захария 14. И, наконец, в завершении этих семидесяти недель происходит битва, называемая Хар-Мегидо, то есть на горе Мегидо или Армагеддон. Мы со временем потеряли оригинальное «Ха» и получили Армагеддон, когда все народы Земли придут туда и скажут, что готовы окончательно решить еврейский вопрос. И они попытаются решить проблему существования евреев, но Бог скажет «нет». Они не проблема, вы проблема. И вмешается в ситуацию в последний раз. Когда Он придет, и когда выйдут все описанные звери, нет ни одного определенного места в Писании, которое говорило бы «это все случится тогда-то». Мы должны быть готовы, должны наблюдать. Возможно, есть некие зацепки, но я бы сказал, что в Писании нет определенного места, которое указывало бы на то, говорит ли Он в начале, в середине или в конце семи последних дней, называемых Великой Скорбью. Верите ли вы, что в этот период выйдет Антихрист в буквальном смысле? Я думаю, что да. Будет буквальный Антихрист, потому что храм будет восстановлен в Израиле. Это будет третий храм. Так должно быть. Ведь Ешо говорит, когда увидите мерзость запустения на святом месте, там, где не должно ей быть, имеется в виду в храме. Но прямо сейчас храма нет. То есть должен быть третий храм, который грядет. То есть к моменту Великой Скорбью он будет возведен. Но как минимум. То есть будет некий договор, международное соглашение, когда Антихрист предложит нечто Израилю. Я могу предположить, хотя, как я говорил, у меня нет пророческого дара, тем не менее, как я вижу, что больше всего привлекает еврейский народ? Это восстановление храма. А наибольшее, что хочет арабский народ, это некое ворота центр в Восточном Иерусалиме. Можно предположить, к примеру, только к примеру, что будет достигнут компромисс по этим двум темам. Будет построена стена, отделяющая купол скалы, и на северном конце, соединяющаяся с восточными вратами, и западными, что были сейчас найдены в туннеле раввинов. Восточные и западные ворота соединены с новым храмом вплоть до того момента, как сам Антихрист разрушит все изнутри. Три с половиной года, и он скажет, «Забудьте об этом», и установит внутри собственный образ, как до него сделал Антиох Епифан, поставив там статую Зевса, оскверняющую храм. То есть, я думаю, что Антихрист это сделает в последние три с половиной года. Но еще раз напоминаю, это всего лишь мое предположение. Не сверяйтесь с ним. Не будем сходить с ума по этим вещам. Ну, а вот мы поговорили о храме и великой скорби. А будет ли храм в тысячелетнем царстве? Да, я думаю, что миллениум, тысячелетнее правление Иисуса Христа, оно будет буквально. Возможно, это будет, к примеру, 996 лет. Я бы не настаивал именно на тысячи лет. В общем, это будет период времени, в котором будет храм. И я думаю, что храм продолжит свое существование и в вечности. Еще один вопрос перед перерывом. Доктор Кайзер, сегодня существует много учений, говорящих о том, что закон более нерелевантен, что мы более не под законом, а под благодатью, и интерпретируют это тем, что верующие могут просто идти за духом, не обращая внимания на закон. Я говорю не о торе, как инструкции, я говорю о заповедях, уставах и повелениях, о которых говорит Иезекииль. 36 глава. Можете ли вы дать нам свое краткое понимание взаимоотношения закона и благодати? Деяние 4 глава 12 стих говорит нам вполне ясно, что нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, и это имя Иешуа. Всякий попадает на небо, спасается потому, что утверждает, что уверовал в Иешуа. Как бы то ни было, Бог и Дух Святой дают нам Тору. Так что, это вопрос доверия и послушания. Послушание – это то, что мы от нашей жизни даем Мессии. доверьтесь Ему. Так что, я думаю, мы призваны быть в послушании. Некоторые разделяют закон на три части. Я не думаю, что это так плохо. Это церемониальная часть, гражданская часть и нравственная часть. Нравственная часть основана на характере Божьем. Она остается неизменной всегда, как не меняется со временем и характер Бога. Гражданская часть служит иллюстрацией нравственной, потому отчасти привязана ко времени, но в природе своих принципов является вечной. И церемониальная часть исполнилась в Ишуа, как мы видим в послании к евреям. Там идет дискуссия. То есть, принципы в церемониальной части, которым мы обязаны в частности, и Йом-Кипуром, который на днях проходил, что является еще одной иллюстрацией того, как Ишуа взял наши грехи на себя. и кровь свою внес в святое святых, как священник делает раз в году, а теперь выходит, во-первых, ради воскресения, но есть еще одна цель исповедания грехов всего Израиля и всех страждущих, страждущих сердцем. Эта цель уводит нас к тому, что грех прощен на основании замещения. Грех забыт и больше не будет воспомянут. Псалом 102 говорит, «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Ну, а юг от севера мы можем по полюсам увидеть, как далек друг от друга. И я должен еще последний вопрос задать. Как вы думаете, а приношение жертв будет в том тысячелетнем храме? Это, что называется, вопрос на миллион долларов. Наиболее трудный отрывок в Библии это из Икииль 40 по 48 главы, где содержится описание приношений и жертв. там как минимум четыре жертвоприношения. Это либо что-то, что мы просто не понимаем пока, либо Библия говорит все-таки о поклонении в терминологии того времени. так же, как говорится о войне и будущем, не используя термины ядерное оружие или ракеты, истребители, но упоминая луки, стрелы, мечи. С этим у нас не возникает проблем. мы говорим, ну, конечно, автор использовал термины, соответствующие оружию его времени для описания будущего. Возможно, отчасти и тут также обстоят дела, но только отчасти, потому что поклонение Богу в храме это намного более серьезная и комплексная задача. Какого бы автора я ни читал, никто не мог дать толковую классификацию поклонения в храме в грядущем времени. Единственное, в чем мы уверены наверняка, это то, что там будет поклонение и будет оно направлено к Богу. Что оно будет означать, как будет выглядеть литургия, кто и что в это будут вовлечены, я бы с радостью почитал, если кто решит написать ответы на эти вопросы. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv